В жизни каждого рано или поздно случаются бытовые конфликты, которые порой выливаются в настоящие трагедии. Оказавшись на грани, мы пытаемся понять, что сделали не так, и обнаруживаем, что судьба подавала нам знаки, которые могли бы удержать нас от ошибки. В реальности у нас нет возможности вернуться в прошлое и что-то изменить, чтобы избежать трагических событий. Телепроект «Вернись к началу» предоставляет такую возможность. Опытные специалисты разбирают катастрофические последствия неправильных решений и пытаются найти выход из самых сложных жизненных ситуаций. Назым вышла замуж за Эдоса по любви. После рождения дочери Назым сразу вышла на работу, потому что ее зарплата была выше, чем у мужа. Назым не ожидала, что на этой почве когда-либо выйдет из семьи начнутся конфликты. Ох, Боже мой, я так устала. Да? На работу что ли? Да, в отчеты. И еще какая-то новенькая. Айгана сегодня пришла. Так. Молоденькая? Да нет, не молоденькая. Скорее наоборот. Замдиректора какая-то рода снится. Говорят с большим опытом работы и благодарности. Ну это же хорошо. Учить не надо. Да и тебя разгрузит, наверное. Такая не разгрузит. Мне она не понравилась. Да? А что так? Наглая. Орать начала сразу на администратора. Что ты ей скажешь, а она в ответ. Я больше знаю, у меня опыта побольше. Ну ты не переживай. В каждом коллективе таких полно. Их либо жизнь учит, либо они сами отваливаются. Назым решила для себя, что постарается меньше контактировать с Айганым. В конце концов, это всего лишь работа, и совершенно не обязательно, чтобы все сотрудники вокруг тебе были приятны. Весь следующий день Назым делала отчет, не поднимая головы. Но когда вечером женщина собралась домой, новая сотрудница нарисовалась перед ее столом. Куда собралась? Как куда? Домой? Время уже 8 часов, я и так задержалась. Значит, задержишься еще. Надо сделать вот эту форму и заполнить карточки по медицинстрахованию. Ну, это же ваша работа. Теперь будет твоя. Объясни популярно. Если хочешь остаться в этой компании, надо делать так, как тебе говорят. А иначе вылетишь отсюда, как пробка. Между прочим, я в этой компании 5 лет работаю. И нареканий никаких не было. Так что заберите свои бумаги. До свидания. Сказать, что Назым была в возмущении, это ничего не сказать. Женщина приехала домой и сразу же рассказала Айдосу о наглости новенькой. Слушай, я всегда на твоей стороне, но сейчас, мне кажется, это перебор. Перебор это ее поведение. Ты же сама говоришь, что это родственница зама. Зачем с ней ругаться? Ты мне говоришь остаться вместо нее на работе до 12 часов и делать за нее работу? Боже мой, ну сделал бы разок. Что, нельзя что ли? Посидела бы, поработала. Шеф бы это заметил, может быть тебе повышение предложил. Айдос, что ты тут болтаешь? Ты должен быть на моей стороне. Это ты должна думать о семье, прежде чем ругаться с кем не надо. А мое состояние? Тебя это не волнует, да? То, что я упахиваюсь там на работе, как собака, это ничего, да? Ну что, ну что, ну что ты там упахиваешься, а? Что вагоны, что ли, разгружаешь? Хватит плакать. Слушай, вот завтра пойдешь и извинишься перед ней. Понятно? Скажешь, что ты была не права, что настроение было плохое. Раздуваешь проблему из ничего. Все, все, не плачь. Вот как это называется? Поддержки хотела. Я, конечно, понимаю, моя зарплата больше, чем у Айдоса. Но это же не значит, что теперь за деньги все терпеть нужно. На следующий день Назым решила пожаловаться начальству на новую сотрудницу. Однако женщина не успела этого сделать. Она только выходила из дома, когда ей позвонил шеф. Доброе утро, Масадор Иоаннович. Что-то сделать нужно? Нужно. Поведение свое поменять. Не поняла. Зачем притеснять новую сотрудницу? Она мне звонила вчера, плакала. Суток не прошло, как человек устроился. Ты что там развела? Да я ничего не разводила. Хватит лопотать. Думала, никто ничего не узнает. Не ожидал я от тебя такого. Айханым хоть и новенькая, но старше и опытнее тебя. Служанке не нанималась и твою работу делать не будет. Так, на первый раз делаю тебе замечание, второго раза не будет. И в этом месяце, Нурбекова, ты без премии. Понятно? Поняла. Назым была в замешательстве. Такого поворота событий она никак не ожидала. Однако день прошел спокойно. Айханым ни разу не появилась в кабинете Назым. Вечером Назым решила не задерживаться на работе, чтобы вновь случайно не столкнуться с Айханым. Она взяла отчеты домой. Долго еще будешь работать? Я еще положусь. Надо усердно работать и никакие Айханым тебе не будет страшны, правильно? Она сегодня шефу пожаловалась. А я говорил, еще не то будет. Ты, кстати, перед ней извинилась? Нет, мне не за что. Но я постараюсь с ней поменьше пересекаться. Да, вот это правильно. Это неправильно. Но я не хочу с тобой рогаться. Поэтому решила, что бумаги домой буду забирать. Не, да что ты хоть всю ночь здесь работай. Главное, что ты о семье думаешь. А на работе что, дружишь, что ли? Нет. По работе надо работать. Деньги и платья ты хорошо, да? Ну ладно, я спам. Иди. Назым уже приспособилась не пересекаться с Айганым. Сталось закрыть все пробелы, чтобы не накликать гнев шефа. В какой-то момент Назым стал оказаться, что ситуация выправилась. Алло, здравствуйте, Андрей Юрьевич. Да, вы новый сейф привозили в прошлый раз. А замок тут заедает. Когда мастер придет? Только через неделю? Ну ладно, хорошо. До свидания. Днем оставлю открытым. Не видно же. А ночью закрою. В обед Назым ушла в кафе. А Айганым не применула заглянуть в кабинет и убедиться, что сейф открыт. Конечно же, она тут же сообщила об этом шефу. Алло. Что с тобой творится вообще, а? Сейф открытым держишь. Еще что выкинешь? Да. Да это не я. Там дверь не закрывается. Там мастер. Хватит оправдываться. Ты где сейчас? Я с обеда иду. У меня же всего 20 минут не было. За 20 минут из сейфа вынесли бы все учредительные документы. Хорошо Айганым рядом оказалось. Положив трубку, Назым твердо решила уволиться. О своем решении она рассказала вечером Айдосу. Ты что, с ума сошла? Выдумываешь всякую ерунду? Что-то другое буду искать. Искать она будет. Только знай, такие Айганым в каждом коллективе есть. И что ты, каждый раз будешь увольняться? Между прочим, в наше время новую работу найти не так-то легко. А у нас кредит на машину. Забыла уже? Чем будем платить? Тебя что, только деньги интересуют? А мои чувства не в счет, да? При чем тут это? При чем тут это? Я просто наперед думаю. Айданка вон в школу пойдет скоро. А топашки ее заберем. Между прочим, сборы в школу минимум 100 тысяч. Никаких увольнений, понятно? Новую работу найдешь, потом можешь хоть куда. Все. Разговор окончен. Назым и Айдос жили душа в душу. Воспитывали дочь Айдану, работали. Назым зарабатывала больше Айдоса. Но в семье никогда не возникало конфликтов на этой почве до тех пор, пока у Назым на работе не появилась новая сотрудница Айганым. Она пригрозила Назым, что постарается уволить ее с работы, если та не возьмет на себя часть ее обязанностей. Назым отказала. Айдос бурно отреагировал на нежелание жены пойти навстречу Айганым, ведь это ставило под угрозу финансовое благополучие их семьи. Очередная жалоба Айганым-начальству стала последней каплей для Назым. Женщина решила уволиться, но Айдос считал это просто выдумками жены и категорически запретил ей это делать. Она приходит со своей проблемой домой, и ей нужна поддержка. И видит, что поддержку она не может получить. Почему? Потому что Айдос реагирует в этой ситуации инфантильно, неправильно. Его топит страх, что если они сейчас потеряют источник заработка, то он за этой работой не видит свою жену. Назым плакала и понимала, что для Айдоса важнее деньги, а не ее душевное состояние. Я так устала, пошел как проклятая, вечером продолжаю пахать дома. Посуда, уборка, стирка. Поддержки от Айдоса никакой, только твердит, деньги, деньги. Надоело все это. Еще три дня Назым обдумывала ситуацию, но все же собралась с духом и написала заявление об увольнении. Да, у меня есть. Что? Мы же с тобой об этом недавно говорили. Как мы жить-то теперь будем? Я расчет свой получу, пока денег хватит. Потом сама буду искать работу. Ну и какая? Какая работа? Что ее сейчас найти так легко? То есть, когда Айданка родилась, ты сразу на работу побежала. Помнишь свои слова? Если я сейчас не выйду, то мое место займут. А сейчас что изменилось? Не ори на меня. С твоей стороны никакой поддержки, только упреки. Я просто удивляюсь, а. Тебе что, на нас наплевать? Мне иногда кажется, что ты думаешь только о себе. Не только о себе. Если на то пошло, то это мужчина должен задержать семью, а не женщина. Ты что, меня попрекаешь? Надоело, понимаешь? Надоело быть мужиком в этом доме. У меня все это вот здесь стоит, понимаешь? Еще раз такое от тебя услышу. Пожалеешь, понятно? Совсем сдурела. Заскоки эти насчет того, кто кого должен содержать. Видимо, мое отношение хорошее к ней на пользу не идет. А еще и с мужиками спорил, мол, от жены ничего грубости не добьешься. А сейчас и сам вижу, до добра хорошее отношение не доводит. Весь следующий день супруги не разговаривали. Вечером Айдос собрался и куда-то ушел. Явился домой мужчина поздно ночью, мертвецки пьяным. Теперь уже и пьешь, да? Хорошо, что дома дочери нет. Что она не увидела тебя в таком состоянии. Хорошо, что она не видит тебя в таком состоянии. С твоими дурацкими заходами. Тебе вообще семья нужна? Это мне семья нужна, а вот тебе, по-моему, нет. Не перекладывай с больной головы на здоровую. Уволилась с работы из-за бабы какой-то. Все, я спать. Еще несколько дней в доме витало напряжение. Назым была сильно обижена на Айдоса. А он не предпринимал никаких попыток помириться. В конце концов, женщина сдалась и решила поговорить с мужем. Тем более, что приближалась школа, нужно было забирать Айдану от бабушки. Обсудить, кто привезет дочь из аула, Назым решила вечером, когда Айдос придет с работы. Но Айдос не пришел домой ни в 11, ни в 12. Мама, здравствуйте. А Айдоса ищешь? Да, он у вас? А где еще ему быть? Ты ему все нервы молотала. Мы сами во всем разберемся. Что же она разбиралась? С работы ушла. Вот я всегда знала, что Айдоса такая попадется. Зачем тебе вообще тогда семья, если ты просто хочешь на него что спихнуть? Выходи работать. Мне тоже не хочется, чтобы вы меня поддерживать перестали. Назым, конечно же, и не ждала, что свекровь как-то по-другому отреагирует на ее увольнение. Но от того, что Айдос рассказал обо всем матери, Назым было неприятно. Однако к утру она собралась силами, наспех покидала что-то в сумку и поехала за Айданой в аул. Назым? Ушла, что ли? Черт. Абонент временно недоступен. Перезвоните. Что я наделала? Айдос решил, что Назым от него ушла. Он предпринимал попытки искать ее, но все было тщетно. Так прошло несколько часов, пока Айдос не услышал звук поворачивающегося в двери ключа. Папа, папа, я тебя так соскучу. Привет, солнышко. Нет, вовсе. Слушай, прости меня, пожалуйста. Айдос. Чего не говори, я... Ты просто за Айданка поехал, а я думал, что... Так все, я не хочу тебя терять. Я не собираюсь ничего такого. Ну я это понял, но не сразу. А, пап, почему вы такие грустные? Что-то в порядке, дорогая. Просто папа был не прав. Оба были не правы. Да? Да. Прости меня, пожалуйста. Назым и Айдос жили дружно. Оба работали, воспитывали дочь Айдану. Все шло хорошо, ровно до того момента, как на работе у Назым не появилась новая сотрудница Айганым. Она требовала от Назым взять на себя часть ее работы. В противном случае грозилось поспособствовать увольнению Назым через своего родственника, заместителя директора. После серии кляус и доносов Назым приняла решение уволиться. Айдос воспринял это решение в штыки, ведь Назым зарабатывала больше него, и ее увольнение грозило семье финансовыми трудностями. Накаленная обстановка дома привела к тому, что супруги почти не разговаривали друг с другом. Назым вынуждена была уехать за дочерью в аул, не предупредив Айдоса. Мужчина вернулся домой и, не обнаружив жены, решил, что она ушла от него. За несколько часов Айдос переосмыслил всю ситуацию. И когда на пороге появились жена и дочь, попросил прощения. Он понял, что деньги – вопрос решаемый. Как говорят, то пусто, то густо, да, но это не вопрос жизни и смерти. А вот утрата тех отношений, в которых были, да, это страшно. И вот он понял, что еще страшнее потерять любимую жену, да, любимую женщину, что дало ему ресурс взять на себя ответственность. Жизнь в семье Нурбековых наладилась. Назым без труда нашла другую работу. Через несколько месяцев и Айдос устроился в фирму, где платили больше. Мужчина даже начал убеждать Назым, что пора задуматься о втором ребенке. Его больше не пугала ситуация, когда единственным добытчиком в семье был бы он. В эти моменты Назым мысленно возвращалась в ту ситуацию, когда все могло пойти по-другому. Давайте и мы вернемся в ту точку жизни Назым, когда жизнь ее семьи могла кардинально измениться. Да почему все идет не так? Может, все же я зря раздуваю конфликт? Ведь я так дорожу своей семьей. Может, и правда, нужно терпеть? Назым ходила на работу, как на каторгу. С каждым днем обстановка в офисе становилась все хуже и хуже. Айганым писала служебные записки с жалобами, требовала увольнения сотрудников, приводила на новые места своих подруг. В какой-то момент Назым почувствовала, что больше не может выносить всего этого кошмара. Привет. Эйдос, я уже так больше не могу. Чувствую, что у меня скоро депрессия начнется. Ну, что поделаешь? Ну, ты же понимаешь, что мы по-другому просто не вытянем. Может, все-таки попробуем? Обдумаем. Ну, очень тяжело. Ну, надо просто терпеть. Ну, все же терпят. Со временем привыкнешь. Назым просто кажется, что ситуация с Айганым какая-то особенная. Да это везде так. От добра добра они ищут. Зачем увольняться? Платят хорошо, вовремя. Назым понимала, что убедить Айдоса в своей правоте ей не удастся. Она попыталась найти работу, но была настолько истощена, что не смогла заставить себя пройти собеседование. В итоге все, на что женщина отважилась, это попросить у шефа отпуск. Слушай, а ты сколько в отпуске не была? Три года. Как они тебя отпустили? Ну, я им сказала, что дочь нужна собрать в школу. Это ведь правда. Этим летом совсем закрутилось. Ой, там тебе ничего не куплено. А ты еще хотела уволиться. Сейчас вон какие расходы будут. Да, знаю. Ну, и сколько дали? Месяц? Какой-то неделю. Думаю, в среду за Айданкой поеду. Потом четверг-пятницу за покупками. В понедельник утром Назым осталась дома одна. Женщина понимала, что наконец-то можно собраться с мыслями и что отпуск – это не выход из сложившейся ситуации. Назым думала о том, как же все-таки без скандалов убедить Айдоса в том, что работу ей нужно менять. Однако пока ничего придумать Назым не могла. Так прошло два дня. В среду утром Назым уехала за Айданой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А ее нет дома. Она уехала в Ауле с дочкой. Что? Сейчас, подождите. О чем вы говорите? Какие деньги? Так. Ну да, у нее не ловит связь, потому что там она в Ауле. Она приедет через пару часов. Этого не может быть. Подождите. Айдос тут же начал набирать номер Назым, но телефон и вправду был выключен. Мужчине оставалось только ждать жену. Айдос, привет. Привет, дорогая. Так, выросла. Привет. Привет. Слушай, там шеф-то вызвонил, что-то на работе. Солнышко, ты давай иди переодевайся, а потом пойдем чай пить, хорошо? Хорошо. Айдос увлек Назым на кухню и рассказал ей о звонке с работы. Какие деньги? Деньги из сейфа. 300 тысяч. Сколько? 300 тысяч. Вот так он сказал. Подожди, я шефу позвоню? Давай, конечно. Алло. Здравствуйте. Сама звонишь? И как это? Взять деньги и смыться? Это ошибка какая-то? Ошибка. Сейф не закрывался, а ты молчала. Потом в отпуск пошла, а ребенка к школе одевать. Хорошо, еще Айханым заметила пропажу. Не представляю, сколько ты у меня вытащила за эти пять лет. Но я их не брала. Все, надоело. Значит так. Не хочешь, чтобы заявление попало в полицию, верни 300 тысяч. На работу можешь не возвращаться. И еще. Испорченное резюме тебе обеспечено. В этом можешь не сомневаться. Попрошу Айханым. Уж она постарается. Деньги, чтоб утром были. Что они сказали? На следующее же утро Айдос и Назым нашли 300 тысяч и отнесли в офис. Женщина понимала, что несмотря на вопиющую несправедливость, доказать свою правоту она не сможет. Несколько дней Назым пребывала в состоянии шока. Айдос не знал, чем помочь жене. Назым не переживай, пожалуйста. Жизнь на этом не заканчивается. Айдос, ты понимаешь? Они считают, что я воровка. Но я... Я ведь не брала эти деньги. Конечно не брала. Я же знаю, что ты не можешь взять чужого. Но люди такие... Это я во всем виноват. Вел себя как дурак. Надо было не запрещать тебе уходить с этой работы. Не вини себя. Ну вон как все вышло. Еще хуже получилось. Прости меня, пожалуйста. Время шло, но состояние Назым не менялось. Она даже не осмеливалась искать работу, опасаясь того, что бывший шеф привел свои угрозы в действие. Семейные отношения тоже заметно охладели. Айдос, чувствуя вину, стал подолгу где-то пропадать вечерами. На все вопросы Назым мужчина только отмалчивался. Назым решила поискать поддержки у свекрови. Айдос поздно приходит домой. Не, ну как хотела. Ты тебя в зеркало видела? Сидеться страшно, я рада сконечна. Да, такой любой мужик убежит. Убежит? Тут и слепому видно, уйдется другая женщина. Когда у тебя все время депрессия? Ладно, мам. Я... Я вам потом позвоню. Слова свекрови больно ранили Назым. Женщина дождалась возвращения Айдоса и решила расставить все точки над И. Привет. Айдос. М? Где ты бываешь по вечеру? На работе. Ты же знаешь, пока сезон, надо денег побольше заработать. Ты не умеешь врать. У тебя есть другая? Подожди. Ты что, ревнуешь, что ли? Ну ладно, расскажу. В общем, я через две недели выхожу на новую работу. А по вечерам ездил, дела принимал, поэтому и задерживался. На новую работу? Да. Зарплата побольше. Теперь у нас все будет хорошо. А ты, если хочешь, тоже можешь на работу выйти. А если хочешь, вообще не выходи. Я же есть. Я буду работать. Тебе вообще теперь ничего не буду запрещать. Но запрещался уже. Хватит. Так куда я пойду? Мы эти деньги не брали. И точка. Понятно? Угу. Все. Не переживай. Утром следующего дня Назым проснулась в приподнятом настроении. Впервые за прошедший месяц она не чувствовала себя загнанным в угол зверем. А за завтраком Назым ждал еще один приятный сюрприз. О, это мой бывший шеф. Слушай, ну его, а? Хочешь, возьми. А я бы не стал. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Назым, я хотел сказать. Приезжай за своими деньгами. То есть? Да, Иганым это была. Мы не сразу узнали. После твоего ухода она еще нескольких человек отсидела. А потом выкрала информацию о сделках с партнерами и пыталась продать конкурентам. В общем, мы следить за ней стали. А когда поймали, то ей пришлось сознаться. И про 300 тысяч от Тихона тоже рассказала. И еще ты работу не нашла? Может, вернешься? Я подумаю, но не обещаю. Жизни бывают разные. Все попадают в конфликты, да, решаются по-разному. Но с чем выходит пара после решения этих конфликтов? Двое взрослых людей, да, они всегда смогут с чем-то справиться, если их связывает что-то хорошее. Тогда она хочет о любовь и взаимомоложении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова